Они похожи на обычных современных православных и все же неуловимо отличаются. Неудивительно, старообрядцы сохранили особый строй ума, веры, культуры, отличавшей дореформенную Русь. Долгие годы старообрядцы были гонимы и лишь относительно недавно смогли выйти на широкую аудиторию. Сегодняшний концерт, а также выставка старинных костюмов, старопечатных книг и фотографий – редкая возможность познакомиться с мироощущением этих особых светлых людей. Можно ведь и пьяниц снимать, понимаете, а потом за рубеж показывать. А здесь просто, вы знаете, вот такой позитив переполнял людей, которые собирали эти фотографии, и же не только я собирал, а приносили, приносили, и все говорили, выставка и фотографии должны быть радостные, а радость – это синоним Божьего слова. Фотографии сделаны как на Алтае, так и в европейской части России, везде, где живы старообрядческие традиции. Насколько их культура отличается от нынешней, можно понять и по старинным книгам, особенно тем, где приводится дореформенная нотная грамота. Она даже близко не похожа на современные ноты. Да и по звучанию пение 200-300 летней давности отличается довольно сильно. Оно, конечно же, отличается своей фактурой, своим построением, своей композицией, если хотите. То есть эта традиция пришла из Византии в период Крещения Руси, с 10 века. В первой части концерта на сцене выступил Барнаульский академический хор с программой духовной музыки. Прозвучали, в частности, произведения Рахманинова. Ну а кульминацией концерта стало выступление старообрядческого хора, ярких носителей так называемого знаменного распева. Это позволило представить на одной сцене две разные традиции хорового пения. Илья Кочетков, Алексей Фризин, информационный канал «Город».